МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Это программа «Спортмикс». Миллион спортивных советов о том, как укрепить здоровье, обрести хорошую форму и всегда находиться в чудесном настроении. Меня зовут Алиса Родионова. Давайте жить фитнесом вместе. Сегодня в программе унилатеральные упражнения в кинезис-тренажере. Сделав 15 повторений на одну сторону, переходите сразу же на 15 повторений для другой стороны. Клюшки для гольфа. Айроны. Их делали железными, не заморачивались, и название такое и оставили. А также решение проблемы бодиперфекционизма с помощью психолога. Баланс – это не только то, к чему стоит стремиться в любой сфере жизни. Баланс – это еще и тот самый навык, который во время тренировки позволяет включить в работу даже мельчайшие мышцы. Унилатеральное упражнение и кинезис-тренажер – уникальное условие для эффективной тренировки баланса и силы. Всем привет! Сегодня мы прорабатываем мышцы ног и ягодиц, а также стабилизаторы и мышцы кора в тренажере кинезис. Первое упражнение у нас будет подъем на бокс, тумбу или степ. Для этого нам необходимо выставить для себя комфортный вес, с которым мы сможем сделать минимум 15 повторений, и беремся за горизонтальные рукояти. И начинаем делать подъем на тумбу, степ или бокс. И старайтесь не терять равновесие, это очень важно. Для того, чтобы упражнение было максимально эффективным, мы держим спину ровно и не заваливаемся вперед, так как вес будет нас перетягивать. Для этого мы включаем мышцы пресса и мышцы спины, это вспомогательные мышцы. Также, чтобы максимально нагрузка ложилась на ноги и ягодицы, надо подобрать тумбу высотой примерно до уровня вашего коленного сустава. Вторым упражнением мы делаем становую тягу на одной ноге. Для этого нам понадобятся также две горизонтальные ручки. Но в данном случае мы будем стоять на одной ноге и наклоняться вперед. Тоже удерживаем равновесие. И третьим упражнением в нашем комплексе будут выпады. Также беремся за две горизонтальные ручки, делаем небольшой шаг назад и начинаем делать выпад вперед. При этом динамично выталкивая себя в исходное положение. Такой вид упражнений называется унилатеральные. Не забывайте менять стороны. Сделав 15 повторений на одну сторону, переходите сразу же на 15 повторений для другой стороны. В каждом упражнении делаем минимум по 5 подходов. Итак, миллион спортивных советов для укрепления мышц ног и кора. Используйте односторонние упражнения в кинезис-тренажере. Необходимость удерживать равновесие, возведенное в таком тренинге в квадрат, позволяет задействовать все мышцы-стабилизаторы и дает мягкую нагрузку даже на мельчайшие мышцы. Следите, чтобы вес утяжеления был комфортным. Оптимальное количество повторений по 15 на каждую сторону в каждом из 5 подходов. Контролируйте технику выполнения упражнений. Айроны – клюшки для игры в гольф, которые пригодятся везде, кроме стартовой площадки и зоны грин. Будьте внимательны, угол наклона и длина клюшки здесь имеет огромное значение. Клюшки с плоскими железными головами называются айроны. Айрон с английского переводится как «железо». Их делали железными, не заморачивались, и название такое и оставили. У них два главных отличия, хотя с виду они могут показаться абсолютно одинаковыми. Первое отличие – это угол наклона клюшки. Чем угол наклона больше, тем мяч летит выше и немного короче. Угол наклона понижается, мяч летит ниже и гораздо дальше. Ну, это две такие сильно отличающиеся между собой клюшки, а обычно угол наклона у них меняется постепенно, где-то на 5-6 градусов. И дистанция составляет, если я делаю абсолютно одинаковый удар, темпы мах, ну, в среднем 10 метров. Например, если я одной бью стабильно 100, второй я выбиваю 110, третий 120 и так далее. Клюшки с большими углами наклонов, в моем случае данная клюшка – это 58 градусов. Я могу делать короткие навесы, если я не добил до Грина с флагом метров 15-20. Этой клюшкой выбивают из песка, у нее еще другое название – сент. Также этими клюшками играют из каких-то трудных ситуаций. Например, если мяч улетел в лес или в высокую траву, за счет большого угла наклона и более острой кромки она гораздо легче подрезает траву и поднимает мяч в воздух. Клюшки с большими углами наклонов, они универсальные. Ими я могу делать короткие удары метров на 15, когда мне нужно подбросить мяч к флажку. Ей же я могу ударить чуть-чуть дальше. Это уже удар был в район 50 метров. И в полный замах эта клюшка у меня пролетит. Мяч вылетел достаточно высоко, как раз под углом наклоном клюшки, и пролетел где-то около 80 метров. То есть это самый максимум, какой я этой клюшкой смогу выбить. Второе основное отличие – это длина клюшки. Беру клюшку более длинную, делаю по сути ту же самую стойку, тот же самый макс, с тем же самым темпом. И за счет смены конструкции клюшки мяч полетит уже ниже. И гораздо дальше. Ну, сейчас мяч упал где-то в районе 170 метров. Вечная неудовлетворенность собой способна даже фитнес превратить во вредную привычку. О том, когда бодиперфекционизм становится психологической проблемой, и как ее можно решить, расскажет психолог. Хроническое недовольство собой и своей внешностью – это может быть звоночком такого психического расстройства, как дисморфофобия. Это о том, когда человек зациклен на своей внешности и ищет, и находит какие-то невидимые окружающим дефекты своего тела и стремится к их исправлению. Когда вся жизнь человека сводится к тому, чтобы исправить этот дефект, к тому, чтобы, в принципе, жить ради вот этого идеального образа тела, который, ну, есть у него в фантазии. И тогда фитнес становится не способом укрепления здоровья, а становится способом уничтожения здоровья. Тревожные звоночки появляются тогда, когда у вас уже есть какие-то катастрофизирующие мысли о том, что если я увижу лишние, там, 100 грамм на своих весах, то я этого не переживу. Или это могут быть какие-то долженствования о том, что я должна быть идеальной, я должна выглядеть вот так-то, я должна пахать и добиваться своего идеального образа любой ценой. Вот тогда, если у вас есть фиксация именно на этих мыслях, если, по сути, ваша жизнь превращается в погоню за таким недостижимым идеалом из-за вашей фантазии, то это уже нездорово. Если вы просто занимаетесь спортом, да, вы ходите три раза в неделю, допустим, да, ну, с тренером, если это как ваш образ жизни, но он не переходит ту грань, когда у вас уже происходит именно навязчивость и фиксация на этом, то с вами все в порядке. Всегда нам есть к чему стремиться, да, мы всегда хотим быть лучше, но тут есть грань, когда ваше тело становится не способом получения чувственного опыта, не инструментом для достижения и реализации ваших способностей, а когда ваше тело превращается в поле битвы с самим собой, то уже об этом стоит задуматься. Начинайте с малого и достигните главного, отличной формы и чудесного настроения. Миллион спортивных советов проверьте каждый и воспользуйтесь лучшим. Увидимся совсем скоро. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!